Приветствую вас, и ситуация, которую вы описали, напоминает довольно классическую схему тиран-жертва, но в данном случае вы как бы жертва не за всем, потому что, во-первых, вы действуете не так, как хочет муж, а во-вторых, вы серьезно задумываетесь над тем, чтобы от него уйти. Исходя из того, что вы описали, можно предположить, что вы хотите все-таки расстаток развести. И проблема в том, что вас удерживает. Во-первых, что не дает вам вот окончательно для себя решить, что нужно уходить. Конечно, не этично давать вам конкретных советов, не этично говорить вам, как поступать, потому что, например, если вы в душе хотите развестись, а, допустим, мы вам скажем, что разводиться не надо, вам будет это неприятно. И такая ситуация будет наоборот, если вы хотите развести сам и скажем, что не надо, то, соответственно, такая ситуация будет опять. Мне лично это не кажется правильным, поэтому я хотел бы лишь только задать вам вопрос. Вот вы с мужчиной счастливы? Вы чувствуете себя женщиной рядом с ним? Вы чувствуете, что он вас любит, что он вам нравится, что он о вас заботит? А ребенок? Ребенок счастлив от того, что происходит между вами и вашим мужем? Как думаете, ребенок в положительном или в отрицательном ключе воздействует и влияет эти сцены, которые с вами происходят? Думаю, нет. Соответственно, решать вам нужно исходя из интересов ваших и интересов ребенка. Почему? Потому что муж, являясь, по идее, главой семьи, не защищая ни ваших интересов, ни интересов своего ребенка, ему, по сути, важно только свое эго, ему, по сути, важно только, чтобы все было так, как ему хочется, так, как ему кажется правильно. И больше его ничего не волнует. И, соответственно, кроме вас больше некому защитить интересы ребенка. Некому защитить и ваши интересы тоже. И поэтому необходимо, раз произошла такая ситуация, необходимо самостоятельно принимать решение о том, что для вас и для ребенка по факту будет лучше. Потому что ребенку нужна спокойная атмосфера в семье. А вам? Вам нужно чувствовать себя женщиной, иметь свое женское счастье, быть счастливой, получать работу, ласку, любовь. И только так вы сможете быть счастливым. А будучи счастливым самостоятельным, вы сможете и своего ребенка сделать тоже счастливым. И воспитать его в любви, в гармонии, полноценном, здоровым психологическим человеком. И на этом, наверное, мы не закончим. Потому что, если вы хотите стать своему ребенку счастьем, если вы хотите самостоятельно тоже обрести его, вы примите верное решение, которое, я уверен, вы уже знаете. Если же вы боитесь, боитесь выступать правильно, боитесь поступать так, как вам кажется верным, то необходимо проработать причину ваших страхов. Какие там могут быть причины? Боязнь остаться одной, боязнь невозможности построить новые отношения. Вы знаете, поскольку у вас работа связана с общением и общением с мужчинами, одного не останется. И отношения новые вы тоже сможете построить. Потому что для серьезного, зрелого мужчины, женщины с ребенком, отношения с волоса, может хранить ошер, стиховать, любить, заботиться, оберегать. И взрослому, зрелому мужчине это более чем достаточно. Время того, женщины, связанные с ребенком, обладают тем самым женским спокойствием, которое так и нужно взрослому, зрелому мужчине. Поэтому с этой точки зрения можно вас доверить, что для мужчин вы выглядите даже более привлекательной партией, чем, скажем, недавно у меня девушка, которая застыкнута на себе и которая проявляет эгоизм, эгоцентрин, капризничать и прочее. Если вы правильно все воспримете, то, что я вам сказал, решение будет наиболее оптимальным для вас. И вы сделаете тот выбор, который следует. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будем благодарны. Продолжение следует...